Знаете, у меня так много денег, и так скучно сегодня, пожалуй, поразвлекаюсь я чуть-чуть. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами снова играем в Contraband Police. И мрачно стало что-то на просторах Акаристана. Почему такой мрачный день? Почему такая музыка стрёмно играет? Что происходит? Короче, тучи сгущаются. Погодите, давайте посмотрим новости. Сто пудово новости тоже не радующие. Конфликт на юге. Поток товаров из-за границы. Письмо. Ты чёртов бюрократ. Из-за тебя и твоих грёбанных правил меня уволили. И что я теперь скажу своей семье? На что мы будем жить в следующий месяц? Надеюсь, когда-нибудь кто-то поступит с тобой так же эгоистично. О, нифига себе, это человек, которого я не пропустил через границу. Во-первых, правила-то не я придумываю, так что это письмо несправедливо мне адресует. И как он узнал мой адрес? Каким образом? Я не говорил ему ничего такого. Освежаем память. Шесть продуктов питания. Бытовой техники три и химиката четыре. Часть регистрационного номера ГЛЕ, это, возможно, контрабандист. Точнее, сто пудов. И нет бампера. Блин, ну будет сегодня светать или как? Отвратительно. Невозможно работать в таких условиях. Какой у тебя номер? Нету номера. А, окей, всё у него есть. Документик, пожалуйста, спасибо. Давайте смотреть, что он из себя представляет. Его зовут Мангал. У Мангала корова курицы. Пять куриц и две коровы. Давайте запишем. Итого, да, пять куриц. Корова раз, корова два. Пока что нельзя назвать этот груз продуктами питания. Ты хитро придумал, мой друг. Раз ввоз продуктов питания ограничен, мы завезем ингредиенты, которые потом станут продуктами питания. Смекалистый ты, Мангал. Поэтому я тебя и проверю, так как такие ушли люди только и провозят контрабанду постоянно. Нет, чувак, чист. Посмотрим вес. 6 400. О, 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 что за адовый перевес? И сам автомобиль у него Ильич 57. Да, всё верно, это он. Только я забыл, что делать в случае перевеса. Ага, смотрите, я вижу. Любые ошибки в документе, имеется в виду паспортов автомобиля, должны привести к отказу во въезде. Значит, по правилам въезда он будет послан. Ест запрещён. Следующий. Кстати, у нас 1020 долларов. Мы совсем не намели. И ещё 120 заработали. О, он уже документы протягивает. А ты чё такой? Какой-то ты слишком сотрудничащий. Э, почему он убрал документы? Сначала давайте поторгуемся с ним. Эээ, да толком и нечем. Хотя, может быть, у нас на складе что-то. Погоди секунду, на складе посмотрю. А чё он там предлагал, я забыл. Сейчас, погоди секунду. Бутылку он купит. Сейчас я ему загоню всё наше пойло. Итак, пожалуйста, примите эти дорогие вина. Написано водка, но не дайте себя обмануть. Это мы контрабандой провезли. Выдержка. 60 плюс. 60 лет выдержка. Великолепное вино. Смотрите, какой он радуется. Удачной покупки. Выйдите из машины, пожалуйста. Я вижу, у вас в инвентаре очень много водки. Поэтому, возможно, вы пьяный. Давай документы свои. Бахри. Бахри. Мешок соли. 7 штук. Это считается продуктом питания. У него 7, а можно 6. Так что ты уже не пройдёшь, извини. Сразу поставим правило въезда, чтобы потом не забыть. Так, контрабанды у тебя явно нету. Далее, регистрационный номер. Сив 515 2 ТЛ. Да, это верно. Вес автомобиля совпадает. Ну, точнее, не превышает. И машина Азам 72. Азам 72? Да, похоже. Похоже на то. Только модифицировано немножко. Но заиграла внезапно музыка подозрительная. Ты что-то скрываешь? Смотрит на меня так, как будто бы... Как будто бы в чём-то виноват. Ладно, здесь ничего нету. Будущего в Акористане у тебя тоже нету. Правила въезда запрещают тебе проехать. You shall not pass. Проваливай отсюда. 200. Вот этот человек выглядит подозрительным. Две коровы везёт с собой, чувак. Бандар-базар. Автомобиль совпадает. Вес не превышает. Номер также совпадает. Но у него разбита фара. Спущена шина одна. Ага, даже две фары разбиты. Ты на грани, мужик. Хорошо. Опа! Сколько написано коров? Сколько коров там написано, я тебя спрашиваю, а? Две написано. Чего здесь одна корова? Хорошая коровка. Я не могу с вас. Вы нарушители злостные. Опись грузов не совпадает. Иди домой. Следующий. Одни грузовики сегодня. Вот это что-то новенькое. Что, холодильник? 160 долларов. Всё время разные ценники. Открой. Пусто. Ты куда на таком грузовике едешь? Вообще, зачем он тебе, если всё у тебя пусто? Эм, погодите. Делаем вид, что мы ничего не нашли. Пожалуйста, выйдите из машины. У тебя какой номер? Гле, а, ну всё. С этим мы быстро разобрались. Вот это... Что такое? О, отлично работает. Ты делаешь это всё лучше и лучше. Сразу арестуем его. Да что, цепка. Всё, всё, всё. Давай, не это. Вот, тюрьма просторная. Специально для тебя, дружище. А я пойду дальше лутать твой автомобиль. Так, что здесь ещё есть? Я уверен, что здесь есть много чего. А-та-на. Хорошучая бабла. Давай. Оп. Всё? А, вот ещё один бак. И, наверное, ещё здесь будет. В самом салоне. Ага, вижу. Ух, как много денег. Ладно, Максимов, убирай. Прекрасно, друзья, мы поймали с вами очередного контрабандиста. Что мы сделаем с его контрабандой? Которую он незаконно хотел провести через нашу границу. Мы положим её к себе, перетащим через нашу границу и продадим. Но нам можно, мы так решили. Фур, 5666 ом. А, это QM. Что-то мне не нравится, сразу не нравится. Состояние автомобиля ужасное, всё грязно. На всякий случай, выйди, пожалуйста. Опар, не мадре проблема. Ха, для него нет проблем, кажется. Но это пока что, пока я не посмотрел его как следует. Скоро проблемы будут, я надеюсь. Так, кажется, он что-то купит. Давайте посмотрим, чем его можно продать. Во, забирай. Знаете, у меня так много денег, и так скучно сегодня. Пожалуй, поразвлекаюсь я чуть-чуть. Вот так мы заканчиваем работу быстро. Меня поблагодарили за отличный рабочий день. Только я думал, что это будет скучный день. Вот так вот сам себе не придумаешь веселья. Никто тебя веселить не будет. Пойдёмте спать в нашу роскошную халупу. Посмотрите. Тут и столик с цветочками. И два стула, чтобы гости ко мне приходили. Шкаф есть. Вот это гораздо лучше. Только туалета нету, странно. Ну ладно, у нас есть прекрасное ведро для этой цели. Всё хорошо, ты здесь. Успокойся. Так, ты видел? Кажется... Да. Опиши подробно. Это... Это целый параллельный мир. Правда? Какой он? Трудно подобрать слова. Первое, что бросается в глаза, это... Галимая графика. Графика? Ты хочешь сказать, что визуально этот мир отличается? Можно и так сказать. А можно ли там чем-нибудь заниматься? Может быть, есть какие-нибудь активности? Походу нет. Просто лежишь как дурак и всё. Хм. Звучит ужасно скучно. Не хотел бы я оказаться в таком мире. Ладно, что ещё? А ещё болтливый NPC стоит над душой. Хочется ударить, но я не знаю, есть ли в этом мире боевая система. Соглашусь. Неприятно, когда тебе сходу капают на мозг. Блин, вот ты сказал о нём, и самому захотелось его ударить. Знаешь, я на твоём месте бы так и сделал. Серьёзно? Да, сходу прям всадил бы ему. За что? Так, ребят, этот мир ужасен. Вытаскивайте меня отсюда. Фух. Как хорошо вернуться домой. Окунись в удивительный виртуальный мир МТС Верс. Место, где пользователь может развлечься на семи уникальных и насыщенных по визуалу локациях, отлично потусить на виртуальном концерте и получить новый опыт взаимодействия с сервисами экосистемы МТС. Ты можешь подключить МТС Премиум прямо внутри Верса и смотреть фильмы с друзьями в виртуальном кинотеатре Кион, сходить в местную библиотеку, где ознакомишься с книгами из строк, или же пощекотать нервишки на полосе препятствий. Также ты можешь майнить коины и обменивать их на промокоды сервисов МТС. Переходи по ссылке в описании, выбери своего аватара и подключайся к новому измерению развлечений. 500 баксов сняли за убийство. Убийство нынче стоит очень дешево, фактически даром. Товарищ, мы только что получили вызов на срочное вмешательство. Возьмитесь за это. Да, конечно, конечно, конечно. Вы получили информацию о встрече банды контрабандистов на лесопилке. Мы можем их схватить, если поторопимся. Поедете с нами? Конечно, поедем. Премия 1600, поехали. Убийство, за которое мне заплатят. Это по мне. Почему я опять день свой начинаю ночь? Доберитесь на место, прежде чем истечет время. Моя задача взять машину побыстрее. Давайте возьмем вот это. Что это? Починить. А, давайте починим. О, какая починутая. Ладно, мы берем машину, которая завет. А ее надо чинить? О, ее тоже надо чинить. Да блин, одни растраты. Ну ничего, мы сейчас 1600 заработаем. Все, садимся. Погнали. Скорее на лесопилку. А! Черт. Обидно. Оу, нет. У меня времени нету. Черт тебя дери. Давайте разобьем, распилим, разрубим точнее. Все, мы сделали это. Скорее возвращайтесь к своим товарищам. В смысле? К каким моим товарищам? У меня нет никаких товарищей. Во чем? А, вот. Ой. Вот мои товарищи. Ладно, я еду на место преступления. Эй. Хоть по мне стрелять. Мои товарищи по мне стреляют. Я заезжаю. Я заезжаю прямо внутрь. Вы все подохните. Все, выходим. Эй. Выходим, я сказал. Ладно, я еду. Я уезжаю. Как мне выйти-то из машины? Я не знаю. Я не понимаю, что происходит. Я не могу выйти из своей машины. Сейчас встанем вот здесь аккуратно. Дайте мне выйти как-нибудь. Что это, граната? О, опасно. Слушайте, я не понимаю, как сделать. Заглуши двигатель. Почему-то не глушился все это время. Ладно, кидаем гранату. Смотри, кто-нибудь погиб. Что ж, начинается перестрелка. Оп. Умер. О, граната. Подохни. Так, что у нас там? Вот смертный. Вон еще один. Вот еще один. Сейчас они все быстренько лягут. Как-то темно здесь, эй. Ну сколько вас там еще? Ладно, я должен идти прямо с тыла зайти. Оп. Изрешетить. Тихо. Перезарядка. Изрешетить. Граната. На тебе. Я выкурил их оттуда. Воу, 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 воу. Все, умирают. Господи. Черт, он напнул меня жестко. Прячемся, прячемся, прячемся в помойке. Тихо. Не хочу умирать. Так. Плохо. Опа, последнего убил. Так, мне нужны патроны срочно. Что там у тебя? Опа. Продадим контрабанду. Всякие запрещенные вещества. Опа, деньги. Супер, 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 супер. Давайте. Это патрон для чего? Для ружья. У меня его нету. А, черт. Я больше чили смогу взять? Блин, скорее в мою машину надо положить все это дело. Все положили, побежали обратно лутать. Ребят, только не исчезайте, я вас прошу. Есть. Что вы хотите? Пограничника мало платит. Мы должны хоть как-то зарабатывать. Это, считайте, мои премиальные. И-и-и-и, быстрее, быстрее, быстрее. Исчезать начинают. У чувака какой-то обугленный. Это возможность из-за того, что я кинул гранату. Нормально, нормально. Мне нравится просто деньги подбирать. О, еще один. Есть. Есть. У тебя что есть? Для пистолета. Какого? Кто это сделал? Стаешься? Так, арестовываем его. Это мало. Мало тебе? Дам тебе тысячу лет тогда. Ладно, пойдемте еще побегаем, посмотрим. Может быть, что и найдем здесь интересненького. А, ты кто? Просто сидел здесь все это время во время перестрелки. Неважно, ему пофигу. Вот остальные яйца у мужика. Что такое документы КГП? За эту сотку мне дали сразу. Вот оно что. Нельзя так сразу уезжать. Надо всегда смотреть. Прикольно было, мне понравилось. Машина, правда, что-то совсем плохо выглядит. Ладно, ничего, мы ее починим. А, мужик, садись. Ты садишься или как? Ой. Я его сбил насмерть? Да я едва его коснулся. Блин, ладно. Ничего не поделать. Что у тебя есть? Ты бесполезный чувак. Все, он исчез. Его сразу в ад забрали. Но музыка достаточно героическая, крутая. Поэтому мы считаем, что мы победили. И все прошло без сучка, без задоринки. Или без сучка и зазоринки. Короче, сучков не было. А, нет! Засада! Нет! Нет, мне завесло от страха. Я бы не был готов. Уезжаем, 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 уезжаем. Черт! Деревня! Нет! Скорее едем! Только не загорайся машиной, пожалуйста. Вот, мы двоих с собой забрали. Отлично. А-а-а! Какой тяжелый день. Вот так вот объедем. И все будет хорошо. Получается, надо было посадить заключенного в машину. Самостоятельно. Я думал, он сядет. Ну, или на краник побежит за мной. Что было бы очень уморительно. Так, пожалуйста, почините машину. Всего лишь 50. Оказывается, неважно количество повреждений. В них тариф единый. Любая починка 50. Че мы? Че мы делаем? На границе никого нет. Я думаю, нужно всю контрабанду пойти сдать. У меня ее достаточно много. Да, ехать достаточно далеко, но у нас быстрая машина. Мне не нравится, что в Акористане стало как-то слишком пусто. Посмотрите, ни одной машины нет. Чувствую я, что дело идет к чему-то не очень хорошему. Апокалипсис близится. Или переворот. Или, я не знаю что. Либо я сличу с катушек. Ну, либо же просто это страна одних пограничников и полицейских теперь. Стой, погодите. Да что происходит здесь? А, ворота не успели заспауниться. Никто не ожидал, что я сюда поеду. Что происходит? Вернитесь к работе. Блин. Ладно, я успею, я успею, я успею. Мы быстренько сейчас продадим все. 190 долларов? Вы что, угораете? Ладно, не будем сейчас спорить. У нас 4 минуты, чтобы вернуться. А, погодите, а вот и все. Видимо, мы еще были внутри миссии, поэтому не было машин. На такой тачке ехать одно удовольствие. Посмотрите, как быстро. Локации даже не успевают прогружаться. Скорее работать. Так, у нас остался еще один контрабандист без бамперов. Встречаем сразу с оружием. Пусть они стремаются заранее. Что по весу? 4,300, сразу проверить. Давай свои документики быстренько. Кстати, с ним можно поторговать. Он возьмет вина, а точнее водки. И стиральный порошок. У нас есть только две бутылки водки. Давайте подторговываем немножечко, друзья. Отлично. Приятно со мной сотрудничать. Ну, выходи из машины. Смотрим, значит. А, Минах? Все верно. Все идеально. 4,200. 4,300. Просрано. Просрано. Опись груза. Удобрение. Ящик с лекарствами. Мыло. Бочка бензина. Мешок кофе. Четыре штуки. Давайте смотреть. Так, опись быстренько сделали. Смотрим. Удобрение. Один. Ящик с лекарствами. Два. Мешок кофе. Четыре. Бочка бензина. Один. Мыло. Два. Да, все правильно. Единственное, что я не уверен, что тут нет контрабанды. Ладно, здесь окей. Я должен проверить, понимаешь? А, здесь нужен опор. Извините. Что это? Хорошо, блин. Будем считать, что здесь все нормально. Вот все идеально в твоей машине. И опись груза отличная. Но вес. Вес, к сожалению. Погодите, а еще машина гроздук. Это правда гроздук? Это правда гроздук? По правилам въезда, к сожалению, ты не можешь въехать. Извини, чувак. Досмотр завершен. До свидания. Ладно, следующий. 200. Смотрите, ну что ж, 2700. Офигеть. Опа, Скуби-Ду подъехал. Нет бампера. Здесь нет бампера. Это контрабандист, да? О, много груза. О, у меня есть что-то на продажу. Ну-ка, покажи. Покажи, что на продажу есть. Опа, я сейчас тебе одну бутылочку загоню. На, покупай. Теперь давай, выйди из машины. Сто пудово ты контрабандист. Чего нету? Ах ты говнюк. Ты что, не контрабандист? Вес. Опа, превышает вес автомобиля. Правила въезда уже нарушены. Далее, у тебя нету бамперов. Ни с одной, ни с другой стороны. Нет одного зеркала. И сейчас давайте смотреть, что с грузом у тебя. Ну-ка. О, нету здесь? Нет, ничего. Негодяй. Как ты спятал хорошо контрабанду. Что, бананы? Здесь бананы? Здесь бананы везде? Блин. Здесь явно какая-то слизь. Конечно, мутаген, химикаты. У мужика не оказалось контрабанды. Тем не менее, ты не можешь проехать. Кстати, а номер-то у него совпал? Я, кстати, вообще ничего не посмотрел про него. Я, по-моему, имя даже не сравнил. Вот чертов фургон меня загипнотизировал. 160 дали. Ладно, ничего, нормально. Катим бочку на чувака. Оп. А! Осторожней! Нет бамперов. О, ты контрабандист, да? Ну-ка выходи. Я у меня уже паранойя. Я всех подозреваю. О, отлично, я угадал. Так, предъявите документы. Сейчас полный досмотр сделаем. Чтобы все четенько было. Он ничего с собой не провозит. Что там по весу? Все хорошо. Опа, несоответствие. Опа, несоответствие. Я бы сказал, и фото особо не соответствует. Вообще другой человек. Он утверждает, что у него загар 53. Но так ли это на самом деле? Похоже. Номер соответствует, но нет бамперов. Значит, две штуки нет у него. Зеркало есть. В целом, все остальное норм. Ну, а теперь к самому классному перейдем. Итак, у нас первое. Оп. Смотрите, что я нашел. Ладно, ладно, у меня есть контрабанда. Пожалуйста, возьмите деньги, но не трогайте машину. Сколько он предлагает? 650? Ну-ка, дадим. Не-не-не, погоди, погоди, погоди. Погоди, ты не уезжаешь пока. Мы все посмотрим сначала. Сначала мы заберемся в контрабанду, которую я потом продам. Так, она где-то у нас... Тихо-тихо-тихо. Нет, стой. Нет, я сказал. Черт, черт, черт. Скорее за ним. Я должен его догнать быстрее. Спи или я? Вот что, вопрос. А, нет, не могу. Надо было сначала все быстренько забрать, а потом уже брать взятку. Вот это надо грамотно уметь делать, брать взятки. Я еще пока не очень опытный. А, получается, никто не заметил, да, особо, что я взял взятку? Мне это нравится. Получается, все, контрабандистов больше нету. Есть только просто нарушители правил. Ну, давай тогда. Все отметили, кажется. Итак, бочка огурцов 2, ящик с лекарствами 2, холодильник 1, тюк сена 3 и мешок с кофе 3. Давайте подумаем, 2 плюс 3 это 5. 5 продуктов питания, а у нас их можно. 6. Все совпадает. Черт, ты, кажется, лучший мой клиент. Проезжай, дружище. Следующий. Какая странная машина, таких я еще не видел. Здравствуй. Пожалуйста, документы. И соответствие имени, все, хана тебе. О, плохо, плохо, плохо. Ты все просрал. Только дата, только дата совпадает. Чувак, ты сам эту машину сделал? Из каких-то ржавых листов помойных собрал? Сина, тип машины, это первое, что-то новенькое. Вот, она даже, видите, с восклицательным знаком. Сина, вот это вот, да. Первые экземпляры сошли с конвейера в декабре 78-го года. И сразу же завоевали ранее свободную нишу, видимо, уродливых автомобилей. В этом есть некий шарм, соглашусь. Так, так, так. Все, смотрим. Значит, мешок цемента 3, верно. Ящик бананов 2. Унитаз 1. Газовая плита 1. И радиоактивные материалы 1. Все на месте, кроме документов. Максимов, ты где? Ты, Бузя, ты что, побрился, что ли? Ты, по-моему, побрился. Ладно, тебе не очень идет. А, еще и вес не соответствует. Ну, че, фарах. Въезд запрещен. Юшел на пас. Вали отсюда. Обоснованный отказ. 200. Лучше идите отдыхать. Завтра у нас много денег. 4 тысячи баксов. Пора транжирить, мне кажется. У нас есть еще важные предметы, которые нужно купить. Так что давайте сначала закажем. Итак, вызвать снабжение. Значит, нам нужен топор. Нам нужен лом. Две штуки. Топор две штуки. У нас лопата заканчивается. А, нет, еще одна была. Ну, ладно. Вилы есть. Ножик. А давайте возьмем. Из оружия я бы взял пару гранат. 5 гранат. Да, прекрасно. Снайперская винтовка за 4 косаря. Нет, спасибо. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем еще с вами прикупить. Мы можем еще круче дом себе купить. Ибо склад. Мы и склад единственное, что не улучшали. Да, а нужен ли он нам? В жопу его. Тюрьма. Еще больше тюрьмы. Нет, 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 нет. Еще сина. А, да. Мы можем купить эту уродливую тварь. Конечно. Она, кстати, выгодна тем, что ее обслуживание стоит всего лишь 15 долларов. В отличие от других машин. Нет, азар стоит еще 15. Но я должен купить ее, я не знаю. Такое ощущение, как будто это такая, знаете, ретро-футуристичная машина. Так в 60-х представляли машину будущего. И я соглашусь. Смотришь на эту машину, видишь, что полицейские будут тебя в нее сажать. И вести тебя к будущему твоему. Которого нету на несколько лет. Скорее, это даже машина времени. Они тебя сажают. И ты выходишь из нее через много лет. Таким образом, оказавшись в будущем. На следующее дело я поеду, конечно же, на ней. Буду красоваться перед своими коллегами. Опа. Это трусы мои висят. Опа. Ночь. Тревога! На нас напали! Как страшно это прозвучало. Он так заорал. Он так испугался. К оружию, ребят. К оружию. Ой-ой-ой-ой. Спрячь меня, Максимов. Ты у нас самый вооруженный. Самый экипированный. Где они? Я не вижу их. Ночью напали гады. Умные. Они учатся. Так, я по кому-то попадаю явно. Кого-то убил. Я должен бежать прямо к ним. Атаковать. Оу. Так, смотрим. Голова выснулась. Мертвый чувак теперь. Есть что-то еще здесь я хочу залутать немножечко. Быстренько. Быстренько. Денежки, отлично. Сейчас подзаработаем. Скорее. На заработки. Отлично. Ах ты. Скорей. 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 Отлично. А-а-а. О, боже мой. Халупу хотели мы ее подорвать. Она у меня прочная, так что обломитесь. Стоп. Я хочу домой. Я хочу домой. Я хочу домой спать. А, нельзя отдохнуть. О, нет. У меня закончились патроны. Граната. А-а-а. Прям в рожу мне взорвалось. Он еще один. Где мы на машине заехали? Через границу. Без досмотра. Пою мать. Так, пришло время взять гранату. Оп. Получай. 44 секунды еще. Блин, меня зажали в моей хате. Так, умри. Он умер. 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 Господи, у вас тут столько, столько лута. Секунду, я должен посмотреть срочно. Отлично. Ай. Ай. О, устал. Слишком много у вас здесь, друзья. А, вот еще стоят тут. Мертвые. Всех хэдшотим. Всех хэдшотим. Осталось 4 секунды. Должен залутать этого дядю. Патрончики. Прекрасно. На продажу. Оп. И последний, кажется, да? А, нет. Вот еще один. Хорошо. Есть. Ох, как красиво его захэдшотил. Скорее, 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 пока они... Так. Блин. Скорее нужно отнести на склад. Возвращаемся. Максимов, следи, чтобы они не исчезли. Они еще не исчезли. Блин, это... Это... Хоть что-нибудь заберу. Хоть что-нибудь. Можек, что за фигня? Где деньги? Где тот чел с контрабандой был? Вот он. Вот это дропнем. Отлично. И вот этот... Быстрее, 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 пока не исчез. Давайте его тут тоже дропнем. О, вот еще один. Обугленный. Надо что-то выкинуть. Давайте вилы выкинем, потому что они все равно уже... Ой-ой-ой-ой. Я не взял... Да, блин. Забираем вилы. Скорее. И что еще можно выкинуть? Вот эту лопату нафиг. Вот. Да, трудная выдалась ночка. Ложимся спать. Ах, очередной день. Да, нас хорошенько потрепало вчера ночью. Надо бы сгонять контрабанду слить. И, конечно же, мы сделаем это. На нашей крутой новой машине сначала вы должны разгрузить текущий... А что там в нем? О, вот она как. Да, и теперь мы поедем на нашей крутой, мега-стильной, футуристичной полицейской тачке. Ах, красота. С ветерком прокатимся сейчас. Поехали. Вот так. Ааа, нет. Они хотят, чтобы я сначала всех обслужил. Чего я хочу, видимо, никого не волнует. Я ставлю машину здесь, на случай, если кто-то решит поехать. Сколько вас там? Трое. Давайте посмотрим, что, во-первых, там нужно. О, погодите. Поддельные документы. У некоторых водителей могут быть поддельные документы. Вы узнаете их по необычным бланкам или фальшивой печати. Чтобы убедиться, что бланки и печать подданы, сравните их с перечисленными в вашей должностной инструкции в разделе страны. Господи, какие-то печати должны быть. Хорошо. Итак, разбиты три фары, возраст водителя 52, поддельный паспорт, черная машина, объединенный ралли. Ты доки дай, пожалуйста. Опа. Не соответствует. Не соответствует. Соответствует. А с чем здесь мне надо сравнить? Ага. Мне нужно в раздел страны зайти. Где у нас страны? Вот. Значит, у нас альбарак. Полное несоответствие. И еще надо сравнить типовой бланк. Давайте выбираем. Значит, так. И, видимо, с этим. Соответствует. Окей. Хорошо. Но по правилам въезда он не подходит нам. Я не думаю, что он контрабандист. Скорее всего, он просто иммигрант. Оп. Две курицы с собой припер. Значит, две курицы и четыре багажа. Черт, кажется, он уже просрался с багажом. Да. Короче, это просто нелегальный иммигрант. Я так понимаю, что их очень много здесь. А я очень хочу закончить этот рабочий день побыстрее. Вот вам. Нелегальные иммигранты. Ты видел это? Советую тебе возвращаться домой. О! Еще двое подъехали. Так, ну ты вообще просто в хламину. Но мы с тобой, конечно же, поторгуем. Неплохо так можем поторговать, кстати говоря. Пять бутылок он хочет. А, это все. Опа, бланк у него не соответствует. У тебя не соответствует печать. Смотрите, а иммигрантов мы можем брать к себе из Альбарака. И только в том случае, если у них есть действующее разрешение на въезд. И причина предоставления политического убежища. Поддельные документы, естественно, отказ. Опа, это контрабандист. Так, дядя, ну-ка, выходи. Так, молчи, курва. Опа. Смотрите, нашел. Хочет дать мне 650. Не-не-не-не-не, не пойдет. По крайней мере, пока я все не нашел. Сейчас я сначала посмотрю. Нашел, нашел. Отлично. Все, ты умнее. А, он уже не предлагает мне. Это зря. Вот еще я вижу. Так, это еще достанем все, говно? А, блин, у меня нет места. Вот эти патроны подброшу. Видели? У него в машине куча патронов. Вот еще контрабанда. Здесь окей. И здесь окей. Все, ты арестован. О, этот чел уже давно здесь сидит. Не рнусь тебе, мама. У человека есть план побега. Что ты сказал? У меня много денег и много гранат. Неиспытываемое терпение. И остается мне последний человек на сегодня. Пожалуйста, документы. Так, вообще, как будто я смертник, который угрожает ему взрывом. Если он не будет делать, как я хочу, я взорвусь. Понял? У меня граната в руках. Откуда он? Из-за альбарака. Несоответствие. Несоответствие, ну, блин. Политическое убежище, он причинно говорит. Но у тебя ни хрена ж не соответствует. Машина Гроздук 4200. Да, нормально. Здесь все как бы правильно. Так, холодильник 1. Мощное средство 1. Стиральная машина 2. Унитаз 1. И 6 удобрений. Кстати говоря, уже нет ограничений на ввоз различных товаров. Так что с описью все в порядке. Вот только документ у тебя поддельный. Хорошего вечера. Вот у меня сейчас будет просто прекрасный вечер. О, да. Посмотрите, сколько мы сейчас повезем. О, ребята. Ваш план побега сейчас осуществится. Потому что вы едете все в трудовой лагерь. У чела до сих пор там план побега есть. Что он задумал? Мне теперь некомфортно здесь ехать. Это все еще часть его плана? Он продумал все. И он говорит это вслух тоже специально. Чтобы я отреагировал определенным образом. Засада! Это все часть плана. Негодяй. Так. Секунду. Секунду. Мне нужно все сложить, чтобы залутать. Умреть. Умреть. Умри, товарищ. Нет, только не граната. Есть. Стрейк. Забрать. Не знаю, зачем это мне. Деньги. Очень хорошо. Так, 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 так. Вот еще один. Ох. Замечательно. Это была часть твоего плана? Ах ты ублюдок. План твой провалился. Или это все еще часть плана? Забирай этих негодяев. И имей в виду, это возможно все часть их плана. Открывай ворота. Вот красиво, как я объехал на своей футуристичной машинке. Как это нелепо выглядит. Выходим. Сейчас я все продам тебе вообще. Все. 240. Видать это все. Аккуратнее, аккуратнее, коробка. Человек, коробка. Блин. А, чуть не задел его. Старше, мы вернулись. Самое время пойти поспать. И завершить этот долгий и удачный день, я бы сказал. И я думаю, вместе с этим мы и завершим данное видео. Хотя, возможно, это не я думаю. Возможно, это все еще часть плана побега того чувака. Возможно, мы все с вами марионетки в его коварном замысле. Я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал. И не факт, что это все по нашей воле. Мы все в руках этого марионеточника. И вот он поднимает мою петюлю. И вот уже ваши поднимаются. И через три секунды мы все ударим друг друга петюлями. Раз, два, три. И пет!